Где вы были? Я очень беспокоилась. Уже стемнело. Смотри, мы купили пиццу. Ещё горячая. Сбылась моя заветная мечта. Мне вчера так сильно хотелось пиццы. Марьяман, налей мне стаканчик раке. Я бы присел в уголке и выпил. Вы оккупировали мой дом. Я немного поскучаю о нём. Что скажешь? Разреши, Масье. Так и быть. Сначала поздороваюсь. Ты обижаешься на меня? Неужели тётя Марьяман заставила тебя смотреть по телевизору твои нелюбимые сериалы? Я бы никогда так не сделала. Мы с ним смотрели замечательный мультик для детей. Скажешь тоже. Вот беда. Ты уже два стакана выпил, господин Жевшит. Вот тебе раз. Ты считаешь стаканы? Он не наклюкается. Это последнее. Они на меня не действуют. Не беспокойтесь. Но раз вы не хотите, я не буду. Да нет, пей на здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok Ой, Mehmet'im, Mehmet'im Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смотри, смотри, он злится на нас. Все, умолкаем, малыш. Умолкаем. Что тебе папа сказал, Асия? А что он скажет? Говорит, приходи домой, живи с нами. Как обычно. А ты что ответила? Я сказала, что мне и здесь хорошо. Если вы уедете отсюда, я зажарю всю рыбу и раздам ее. А сам соберусь и уеду. А еще говорил, что рак и не подействует. Пожалуйста. Разве можно и так сразу? Захмелеешь. Я в порядке. Ни в одном глазу. Я сварю кофе. Нет, не надо. Не хочу. Я пойду. Ну уж нет. Ты не можешь везти машину после выпитого. Сначала мы выпьем кофе, а потом я устрою тебе проверку. Если ты пройдешь ее, то можешь ехать. Если не пройдешь, останешься ночевать в маленьком доме. Да нет, я в порядке, не волнуйся. Я в норме. Я не спорю. Мы не говорим, что ты не в норме. Но сначала выпьем кофе. Поговорим. Я не маленький. Я этого не говорила. Мы просто выпьем кофе. Хорошо? Конечно, конечно. Я сварю кофе и погадаю. С вари без сахара. Добро пожаловать, дядя Бахатин. Проходи. Ты здесь живешь? Да, здесь. У меня живут женщины. И работа у них тоже там. Зачем ты ради Асия покинул свой дом и быт? Чего ты добиваешься? Почему ты так добр к ним? Моя дочка... Она что, твоя родственница? Повестку прислали. Они за пару дней разведутся. Послушай, Асия с ребенком на руках приняла твою помощь, потому что доверилась тебе. Ты дал ей работу, отдал дом, позаботился о ней. А продолжение будет, господин Жемшит? Я не могу понять, к чему вы клоните. Я не хочу вам грубить, но я буду помогать Асия столько, сколько она захочет. Будешь? Хорошо, но тогда подумай, зачем ты все это делаешь. А потом я с тобой поговорю еще раз. После суда. Что он имел в виду? Я не понял. Субтитры сделал DimaTorzok